Бисмиллахи ррахману ррахим. Альхамду лиллах. Вассалату вассаламу аля Расулиллах и аля алиху асхаби аджма'ин амма ба'ад. Проведем морфологический разбор Суры Али-Икхлас. Едино Божие. Бисмиллахи ррахману ррахим. Куль Ху Аллаху Ахад. Скажи он Аллах Единый. Куль это фиал Амрин. Форма приказа. Глагол повеления. В Сурах Аль-Фалак и Аннас мы подробно поговорили об этом глаголе. Куль по модели фуль. В основе было укуль. По модели уфуль. Огласовку слабой буквы ВАУ передали здоровой букве КАФ. Так как слабая буква здесь огласована. А предшествующая здоровая буква КАФ сакунирована. То есть имеет сакун. После чего у нас стало укуль. Что привело к встрече двух сакунов. Лама и ВАУ. Из-за чего слабую букву ВАУ удалили. После чего у нас осталось укуль. Затем за невостребованностью была удалена и хузифат хамзат-у-люсли. Соединительная хамза была удалена. Так как следующая буква уже огласована. А значит соединительная хамза уже не нужна. В итоге у нас получилось куль по модели фуль. Есть еще и другое объяснение, которое мы уже упомянули в вышеупомянутых двух сурах. Это если мы скажем, что в основе у нас тэквулю. Потом уже тэквулю. После передачи огласовки. Потом куль. После удаления харфа мударя та и сакуна на конце. И в итоге куль. Значит куль образован от глагола кааля и куль по модели фааля и фулю. Это у нас фиалун, сулясиун, муджерадун, гайрусахихин, гайрусальмин. Это трехбуквенный глагол первообразной формы. Нездоровый, неправильный глагол. Гайрусальмин. Так как это ажвов. Глагол, у которого айн является слабой буквой. То есть вторая корневая буква является слабой буквой. В данном случае. Мута'аддин. Каль это переходный глагол. Маф'улихуль джумля туллати талихи. Куль это переходный глагол. Его маф'улихи. Его прямое дополнение. Это упоминаемое после него предложение хуа. Предложение. То есть хуаллаху ахада. Хуа это домиран. Местомение. Мабнио слово с неизменяемым окончанием. А посему не рассматривается наукой сарф. Валидзе ла юбхасу фи альм сарфи. Дальше Аллах. Исмун жалат. Имя величие. Аллах. Мы уже рассматривали. В разборе суры Аль-Фатиха. Открывающая. Поэтому не будем повторять опять все сказанное там. Сабагал каламу алейхи. Фи суры Аль-Фатиха. Ахадун. Это исмун ала возни фаалун. Имя по модели фаалун. В основе было вахадун. Ау или вахадун. В основе было или вахадун. Или вахадун. Как они приводят. Фа ссыкататил алифа. Алиф выпал. То есть алиф удалили. Удалили букву алиф. Фа кулибатил вау хамзетан. Вахадун. Затем букву вау заменили на хамзу. Что является весьма редким явлением. После чего у нас стало ахадун. Вахадун. Сифутан мушабутан. Это у нас имя прилагательное. Уподобленное имя действователя. Мушабутан бисмин фаали. Подобно слову хасан. Например, от глагола хасуна яхсуну. Ахадун. Отборозон от глагола вахуда. Вахуда я вахуду. Быть единственным. А также илеже вахеда я вахаду. Васыал туссифуталь мушабута. Имя прилагательное. Уподобленное имя действователя. Туфиду тамакку нальвасуфи имаусуфи. Указывает на то, что качество или свойство, которое оно обозначает. Утвердилось или закрепилось за тем, кого оно описывает. Бианнаху дзатийюн ляху. Бианнаху дзатийюн ляху. То есть, что оно уже стал его личным, присущим ему качеством. Поэтому здесь в его использовании предпочтение было отдано слово ахадун, а не вахадун. Почему? Потому что ляна вахадун исмуфаалин ляйфиду тамаккуна. Так как вахадун это исмуфаалин, это имя действующего, которое не указывает на то, что это качество закрепилось за ним. Так слово ахадун и вахадун являются производными именами, предполагательными путем испоряжения от единого исходного материала, корня или основы вахи маддату аль-вахдати бима'нат тафаруд, а именно от единой основы вахаду назначает единственность тафарудун. Интагамин тасир ибн аашур ину рахима Аллах. Конец цитаты из Тафсира ибн аашура рахима Аллах. Значит, если основой ахаду является вахаду или вахадун, то это трех буквы, но и в основе имя. Муджарудун – первообразно в форме, если мы скажем, что основой является вахадун. Или мазидун фи с добавлением одной буквы. Мазидун бихарфин вахадун с добавлением одной буквы, а именно алифа. Ваху алифун, если мы скажем, что в основе у нас было вахадун. Нездоровое, неправильное имя, так как это му'талюльфа, это миталь, то есть имя, у которого первая корневая буква является слабой буквой Вау. Это правильно подобное имя, как его называют. Аллаху алим.